Мэр Сочи предложил наладить туристические связи вплоть до открытия чартерных авиарейсов. Чтобы посмотреть, насколько рентабельно будет такое направление и каков поток туристов с обеих сторон, решено было как из Германии в Россию, так и из России в Германию отправить делегацию туроператоров. Нам бы очень хотелось, чтобы жители Германии тоже полюбили Сочи. Мы бы хотели, чтобы мы сделали презентацию корота Сочи где-то в Германии, чтобы туда прибыли туроператоры, пресса, и мы с помощью туроператоров создали агентскую сеть и как результат открыли потом линию Сочи-Баден-Баден, чтобы создать туристический маршрут. Помимо туристической отрасли, по мнению главы Сочи, обеим сторонам интересны такие направления сотрудничества, как медицина, торговля, образование и бальнеология. Стороны договорились обменяться опытом и в этих направлениях. Программа неофициальной части тоже была довольно обширна, немецкие делегаты посетили горный кластер. Некоторые присутствующие из нас, в том числе и я, впервые в Сочи. Мы под впечатлением от красоты Сочи и мы по-хорошему завидуем вам, так как у вас уникальный город. У вас есть и горы, море, пальмы. Вы действительно жемчужина России. Большое впечатление произвела и ваша инфраструктура, новые объекты, которые были построены к Олимпиаде. Это потрясающе. Немецкая делегация осмотрела и центр города. Гости посетили музей спортивной славы и музей истории Сочи. Прогулялись по улицам курорта. Была и прогулка к морю. С ответным визитом сочинцев ждут в октябре. В это время на немецком курорте пройдет большая туристическая выставка. Делегаты из города побратимо предложили Сочи обязательно в ней поучаствовать. Ольга Десятого, телекомпания, ФКТ.